Здравствуйте! Власти Прикамья потратят 12 миллионов рублей на автоматизированную систему для таксистов. На сайте госзакупок появилась заявка на разработку программы «Таксомотор» Пермского края. Согласно документации, в системе будут храниться сведения о разрешениях на осуществление деятельности такси, передает бизнес-класс. С ее помощью региональные власти смогут выдавать, аннулировать разрешения, а контролирующие органы, например, ГИБДД, запрашивать необходимую информацию. На разработанном портале, в который будет интегрирована система, жители края смогут подавать жалобы на работу такси и заявки на осуществление деятельности. Минздрав выступил за акцизы для парфюмерии и косметики. Он составит 523 рубля за 1 литр спирта для производителей продукции. Об этом пишут ведомости. При этом производители, которые смогут подтвердить факт использования сырья для изготовления продукции, смогут получить налоговый вычет на сумму акциза. Остальным придется уплачивать налог. Это приведет к сокращению нелегального производства, уверены в Минздраве. В ведомстве объясняют это так. Некоторые изготовители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт, якобы для производства парфюмерии, используют его не по назначению. То есть делают попросту дешевый алкоголь. Так вот, они не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз. В итоге, уверены в ведомстве, парфюмерно-косметические товары не подорожают, а изготовление суррогатов вне закона сократится. В Министерстве труда заявили, что без реформы платить пенсии будет просто невозможно. Причиной тому снижение количества работающего населения в стране, за счет которого пополняется пенсионный фонд. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По словам министра, трудно представить, как при ныне действующей пенсионной системе в условиях сокращения количества работающих граждан можно выплачивать пенсии. Он уточнил, что в настоящее время проводятся последние настройки поправок в проект о пенсионной системе вместе с Министерством финансов России. В Россельхознадзоре заявили, что жители России могут продолжать сажать картофель и ягоды для личных нужд. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Как пояснили в пресс-службе, за реализацию семян, которые, не соответствуя стандартам качества, могут привлечь к уголовной ответственности только предпринимателей, а не физических лиц. Ранее появилась информация, что ведомство предложило поправки в административный кодекс, согласно которым граждане не смогут выращивать овощи и фрукты, используя семена, заготовленные самостоятельно. Официальным подрядчиком по художественному оформлению пермского зоопарка стала компания РЖД «Строй». Соответствующий протокол подписан, цена контракта – 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Краевого правительства. Согласно техзаданию, подрядчик должен подготовить не менее двух вариантов концепции художественного оформления для объектов первой и второй очереди. Проект должен предусматривать возможность использования маршрутов для посетителей круглый год, а также полное погружение посетителей в среду обитания животных. Кроме того, подрядчик должен воспроизвести натуральный ландшафт, соответствующий географической территории проживания каждого вида. Курс доллара, установленный Центробанком на 11 июля, составляет 62,44 рубля, курс евро – 73,34 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах!